Объезд Красноглинского района, исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков, начал с осмотра техники, которая предстоящей зимой будет убирать от снега дороги и дворы административной единицы. Свои машины представили и управляющие организации, и муниципальные предприятия благоустройства. Иван Носков пообщался с руководителями, определил проблемные вопросы и обсудил укомплектованность штата и автопарка учреждений, в том числе и реорганизованных. На рынке не первый год, опыт работы есть, поэтому такая доля спокойствия. Ну понятно, что контроль будет ежедневный, общение тоже ежедневное. Ну, люди остались, самое главное, люди с мест, они территорию знают. Затем Иван Носков посмотрел дом культуры «Искра» в поселке Красная Глинка. Здание закрыли в 2021 году из-за того, что тут не были выполнены современные требования пожарной безопасности. Сейчас учреждение готовится к капитальному ремонту. Ранее этот вопрос на контроль взял губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. При составлении проекта учтут как модернизацию помещений, появятся необходимые системы, новое оборудование, так и колорит внутренней отделки, сохранят оригинальные элементы декора. Преобразования коснутся и прилегающей территории. В рамках программ благоустройства в порядок приведут сквер перед зданием. Здесь планируют сделать дорожки и установить фонтан. Здесь даже не надо все это сносить, потому что по новой строю это все реставрируется и делается. Забор, если строить, ну, забор бы я, конечно, переложил, но там придется передать. Да, фундаменты поехали. А основные, это вот эти все, они все целые. Надо просто восстановить. Еще одно важное социальное учреждение поселка – стадион «Энергия». Крупное производственное предприятие, которое находится на территории района, взяло шефство над объектом. Уже выполнены работы по ремонту внутренних залов, а также уложено качественное футбольное поле. Так как объект находится в низине, сейчас специалисты выполняют устройство ливневой канализации и дренажной системы. Также в планах установить манеж для всесезонных тренировок. Здесь будет находиться филиал Академии Коноплева Тольяттинской, знаменитой футбольной школы. Будут возможности заниматься дети, не только с Красногринского района, думаю, оценивать. Кроме того, исполняющий обязанности главы города посетил одну из главных туристических точек Самары – вертолетную площадку. Подводя итоги объезда, Иван Носков отметил большой потенциал района. И здесь как раз тот самый случай, когда нужно объединять усилия города, области, непосредственно предпринимателя, собственника, решать общую задачу. Хороший пример. Думаю, что те планы, которые сегодня намечены, точнее не сегодня, а значительно раньше, они все реализуемы, и надо просто довести до ума. Также в ходе объезда Иван Носков посетил цех по производству маскировочных сетей для отправки их в зону СВО. Исполняющий обязанности главы Самары пообщался с рукодельницами и поблагодарил женщин за их труд. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События.